Приветствую вас, друзья! На связи Кузнецов Дмитрий. Очередной, скажем так, прикол. Ситилимбан позвонил нашему клиенту. Клиент включил переадресацию. Я просто не мог долго держаться. Она действительно курица безмозглая. И я думаю, ну как же ей еще доказать, может, ну, пронять ее, что она, ну, бесполезное существо. Я уже ей выложил потом все карты, как говорится, открыл. Ну, нет, не берет ее. Вот не берет и все. Послушайте, вот эта история забавная. Итак, поехали. Да. Алло. Алло, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Светлана, звоню с Ситилимбанком. Вы Боргий Александрович? Да. Верно? Да, 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 да. Светлана. Мы с вами общались 5 июля по поводу вашей задолженности платной кредиты. Вот 15-го от вас поступило. Вы говорили, что оплату еще внесете до 15-го июля ориентировочно. 33 тысячи. Оплата от вас поступит послезавтра? Не, не получается. Что получается? Нет, не получается. А когда вы встали? А сложно сказать. Машина, та, которая в автокредите в дребезге, зарабатывать нечем. А когда она встала в дребезге? А какая разница? Лично вам какая разница? Как-то какая разница? Ну, отлично, вам какая разница. 5 июля. Ну, 5 июля. Вы сами говорили, 5 июля. Это неделя прошла. У вас в неделе машина есть? Ну, хорошо, ну скажу я вам. Ну, позавчера. У вас позавчера было ДТП? Нет, не ДТП. Угнали машину и разбили. Кредитную машину? Ага. А у них не написано нигде, что она кредитная. Это предмет залога. Кредитный договор свой откроет. Ну, это... Ну, угонщикам это сообщает, да? Что значит? Угонщики угнали машину. И ваши угонщики абсолютно неинтересны. Я говорю о вас и ваших обязательствах. Ну, неинтересны. Не кладите трубку, раз неинтересны. Неужели... Я еще раз вам повторяю. Должникам гражданина признать может судья только. Не оскорбляйте меня. Я вам... У вас есть решение суда изъять предмет залога, передать на публичные торги. Вы внимательно читайте. Ну, изымайте. Приходите в свой судебный участок. Зачем? А кто вам виноват, что у вас ее украли? С телембанк разве? А я вас обвиняю в чем-то. Вы в своем уме, девушка. Девушка, вы в своем уме. Вы мне позвонили. Вы относитесь в стрессе своего автомобиля. Я вам звоню по вашим обязательствам. Ну, а что вы сейчас несете, что... Я вас что, обвиняю? Я вам говорю еще раз, что... Ну, говорите еще 10 раз. ...то вы обязаны выплачивать свои обязательства. Независимо ни от чего. Хоть что у вас с ним случилось? Угнали, украли. Ну, я не выплачиваю. Да, я что. Я не выплачиваю. Ваши действия какие? Голос повышать на меня будете, да? Если нет, куда изъять предмет залога... Изымайте! Изымайте! Значит, если у вас есть его изымать, значит, предсто арестуют ваш доход и придут к вам по месту... Хорошо. Вы-то что так беспокоитесь? Еще таким голосом строгим? Вам всегда будут звонить независимо... Независимо ни от того, какой находится стадий... Так я не могу понять, в чем вообще опасность. Мы с вами разговаривали 5 июля, вы давали обещание произвести... Ага, вчера машину угнали, угонщики. Ты меня слышишь? Ты что, дурная, что ли, а? Я с вами на ты не переходил. Я перечел с тобой на ты, ты не переходишь. Мне абсолютно все равно, что у вас есть. Ну, я говорю, дурная. Ну, и мне все равно. Мне все равно. Это не у меня, у тебя, у вас, у банка, у Сителембанка угнали. У вас проблемы. Машину вы взяли на себя, в обязательном... Ну, мне похер на нее, это железо, это ведро. Я не Сителембанк. Жестяное ведро. Его пути зависимое ни от чего. Что случилось с автомобилем? Долг ваш, и вы обязаны его вмещать. Ну, и что теперь? Ну, что дальше? Дальше что, кроме вот этих... Я вам зафиксировала, отказ от оплаты. На лбу себе зафиксируй. Вот тупые там у вас работают, а? Говорят, да, угонщики. Вы не сказали? Ну и что, что угонщики? Вы что думаете? Ну, я говорю тупая. Ну, все хорошо, угнали. Значит, вы больше ничего не... То Сителембанка угнали машину? Вы так ожидали? Это у вас ее угнали? Вы ГИБДР зарегистрировали ее на себя? Ну-у-у-у. Тогда попробуйте доказать, что она не моя. Лишить предмета залога, если это является собственность, у человека может только суд. Суд вынес решение. Ну и все, извините. Девушка, у вас все нормально с головой? Ну, я и говорю, шагом башки к судебному приставу, иницируйте изъятие судебного... Позвоните судебным приставам. Позвоните судебным приставам. Это давно наш представитель с ними связался. Ну, что тогда мне звоните? Я не могу понять. Вы что там... Вы всегда будут звонить, а вам уже ответил на этот вопрос... А, ну, маршишки потому что, или попугаи, вы кто? Ваши обязательства не выполнены. Ну, ради бога, звоните. Вы на этот вопрос задаете три раза, поэтому вам три раза один из ваших ответа дают. Ну, и что, завтра, что-то я просто... Хочу слышать нормальный ответ на этот вопрос. И не получается. Вам уже три раза ответил... Так это тупизм какой-то. Это не ответ. Это повторение. Это ваше личное мнение. Это не значит, что у вас личное мнение. Да, это мое личное мнение. Я имею на него право. И мое же личное мнение, что в Ситиленбанке работают тупые курицы. Вот доказательства. Да, конечно, курицам должно быть все равно. Курицы лишены эмоций. Не заикайся. Не заикайся. Тебя никто не укусит. Не волнуйся. Я знаю, что если ты начнешь мне хамить, тебя оштрафуют. Будь нежливо держи себя в руках. Сергей Алексеевич, мне ничего не отчего ваше обязательство никуда не делится. Только не плачь. Ты уже там скрипываешь, бедняжка. Да? А ты думала, тебе там кресло коврина надо, чтобы ты пришла в банк работать, да? Ты думала, я понимаю... Это абсолютно бессмысленно на меня не действует. Да, я не пытаюсь ничего тебе доказывать. Это бесполезно. А чего вы тогда это со мной ведете на эту тему речь? Ну ты же позвонил, а я же... Да что я буду думать? Вы об этом подумали. Пускай судебный вы об этом думаете. Вы об этом думаете. Так какими... Правда? Они с вас будут взыскивать, они... Ну пускай взыскивают. Это в ваших интересах, а не в ваших. Электрошекером будут взыскивать меня. Так мои данные, какие ваши менялись. А? Вы с ними разберетесь, как они будут... Вот именно. Ну и все. А чего ты беспокойся, там, что эти сконтактные данные... Я абсолютно спокойна. Интернациональная Дома-1. Здравствуйте, у нас ваше прописки и проживание. Зачем я буду тебе отвечать? Скажи, пожалуйста. Ты все равно не закон. А ты что, представитель закона, что ли, или что? Направить человека... Ну а при чем есть закон? Селим банк на самую организацию. Не тут медиа, но будет какой-нибудь сапожник еще, каблук будет рассказывать, что я что-то там должен ему отрицать, что ли. Да, в вашем договоре прописано, что вы и обезболиваете. Вы согласились... Ну, я игнорирую договор. Да, как ты этому гласит. Давайте судиться со мной будем. Да, как ты этому гласит. Персональный закон на вершине. Ступай, еще раз сказал. Машину нет. Машина в дребезге. Предмет залога уничтожен. Ну и что? А ваши обязательства не уничтожены. Они все равно с вами. Ну и что? Ну есть. Да, до последних дней. До моих и до твоих. Вот пока не помру, эти обязательства точно так же будут. Как помру, так и этих обязательств не будет. Что еще? Я собираюсь 250 лет жить. Значит, ваше наследство будут принимать ваши родственники. Я же слышу, я 250 лет собираюсь прожить. Сетевый банк столько не протянет. Не врите, не рада за меня. Очень рада. Сумма вашей задолженности 362 тысячи 238 рублей. А теперь хочешь самое страшное, скажи тебе? Хочешь самое страшное? Нет, не интересно. Ваше страшное. Ваше страшное, это ваш дом, который ставит всегда. Я не знаю, но другому человеку. Вот тот, кому ты звонила, я вас просила. Да, это глупость. Это не меняет ситуацию. Это вы, в этот номер угадали как будет. Меня это тоже не имеет. Он переадресацию поставил. Меня это тоже не имеет. Ну, значит, ты еще, помимо того, что курица, ты еще овца бесполезная. что это значит. Вообще не имею в виду, ваш мать. Вообще нисколько не действует. Вот что бы вы не сказали, вот что бы вы не сказали. Да потому что у тебя мозгов нет. Вот и все, тебя не атрофировали. Ошибаетесь в своем уме. Глубоко ошибаетесь. Вы все так ведете. Сильно глубоко. Вы просто не имеете платить кредит. Вот и все. И к тому, что у вас, как вы выражаете, в финале разделивации. Я сама считается в партиципацию, которую создала. Да? Я ничего вам не создавал. Вы сами себе создали. Нет, ты мне ничего не создавал, потому что ты не можешь ничего создать. Кроме звуков в трубке. Я не Сергей Алексеевич. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Компания Аля. На Ютьюбе этот ролик будет выложен. А название мы с тобой давай вместе придумали. Да что ты? Вы когда взяли труп, я вам задала вопрос. Сергей Алексеевич, это вы? Вы сказали, да? Я тебя обманываю. Может, разговор на основании это значит ваша проблема, что вы меня обманываете? Да какие же это проблемы? Да я же тебе не пытаюсь проблемы создать либо получить. Я тебе просто сообщаю, что этот ролик на Ютьюб будет выложен. Вот и все. Я вам сообщаю. Ну и что? Мне все равно. Ну давай поговорим. Чем больше поговорим, тем веселее ролик будет. Я с вами общалась по этому номеру телефона и 5 июля в предыдущие дни я общалась с вами. За человеку ты надоело, потому что он так подумал, что с этой курицей общаться. Он все равно ничего не понимает. Чтобы я не говорила, она постоянно продолжает мне одни и те же вопросы задавать. И он вышел на блогера с канала Ютьюб и мы договорились, он говорит «Подумайся с этой курицей!» «Да я понимаю!» И он откроил переадресацию, он увидит звонок от тебя, сбрасывает, а звонок переадресовывается на меня. И я с тобой разговариваю. А, это не я, Дмитрий Евгеньевич меня зовут. Дмитрий Евгеньевич, выступает. Какой спектакль? На Ютьюбе Алян набираешь и видишь, что за спектакль. Я этот ролик выкладываю. Нет, я же тебе доказать могу. Нет, я до твоего места все-таки к интернету относился к последнюю. В интернете очень много полезной информации. Да, конечно, курицы, как может быть? А мне абсолютно все равно. Зачем вы со мной ведете на эту тему речь? Да, потому что ты мне по-двою. Речь не ведешь. Я звоню Сергею Алексеевичу. Ну, а где ты мне dirty? Ну, звоните Сергею Алексеевичу. Привет, а не Сергей Алексеевич. От того, что вы пытаетесь, я абсолютно спокойна. От того, что вы пытаетесь... Не сомневаюсь, у тебя адресирована нервная система. Ваши обездасты никуда не действуют. У меня нет обязательств. У меня заикаться стало. Как так могут мои обязательства никуда не действовать? Я просто взял батухой. Ваши обязательства никуда не действуют. Ну, я вот переслушивал, но иногда мне жалко становится, это тоже стало жалко, ну, из-за ее беспомощности, вот этой никчемности, может быть, бесполезности общежитейской какой-то, мне почему-то кажется, что она это тоже понимает, что она вот никчемное существо, пришла вот в этот банк в ожидании каких-то свершений больших жизненных, ее посадили вот туда вот звонить, сказали, что она великолепный сотрудник и давай, дерзай. И вот она получает вот эти оплюхи и не может понять, почему, училась там в институте, она совершенно не этому, максимум, что она может применить, это сдержанность, вот эту вежливость, показну, но ненависть-то в голосе к человеку очевидна, особенно в начале разговора, когда она стала там возмущаться и нести вот эту вот ахинею по поводу того, что никуда там обязательства не денутся и им все равно, что машину там угонщики угнали, да? Не знаю, не знаю. Ладно, друзья, очередная демонстрация того, что их бояться не нужно, все они там сидящие ничего не смыслят в нормальных человеческих отношениях, точнее, не хотят даже вникать в ситуацию, это вот было точно продемонстрировано, ну и весь наш канал кричит о том, что они и законов, ко всему прочему, не знают. А раз не знают законов, значит, не могут их применять. Только лишь на основании закона вы можете стать должником, то есть перейти из статуса простого человека в статус должника, как я и говорил, статус должника гражданину может присвоить только судья, все остальные слова. И потребление там норм закона, это ну только лишь звуки, звуки и все. Заставить вас выполнять то, либо иное может попробовать только судебный пристав, и то на основании закона. Нечего с вас брать, значит, не будут ничего с вас брать. Все, что произошло, вы нарушили условия договора, пускай даже кредитного. Я, конечно же, молчу, что там за договоры нам подсовывают эти уважаемые банкиры, это отдельная история. Ну ладно, перейдем к рекламной части. Компания Аля, один из ведущих и крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации, рада предложить вам свои услуги в формате защиты вас от банковского беспредела. Если у вас есть кредитные обязательства, но вы их не можете выполнять по тем, либо иным причинам, мы готовы встать на вашу сторону и оказать вам грамотную, законную и юридическую поддержку. То есть, что мы сделаем? Создаем условия, когда вашим кредиторам выгодно отказаться от претензий. Как мы это делаем, вы можете узнать, пройдя на наш сайт. Ссылочка на сайт в описании этого либо любого другого ролика. На сайте есть видео, вы его, пожалуйста, посмотрите. Алгоритм работы кредитных юристов компании Аля. Для вашего удобства кликабельная подсказка в правом верхнем углу сейчас выходит на фоне демонстрации, то есть на самом ролике. Посмотрите, вот эта подсказка. Также хочу вам напомнить, обратить ваше внимание, что есть целый плейлист на нашем канале, где я отвечаю на многие вопросы, которые вы задаете в том либо формате, в личке, на почту, в комментариях. Целый плейлист. Ссылочка на плейлист в правом верхнем углу видеотрансляции. Пожалуйста, посмотрите. Вот она. Ну, заодно, кто еще меня не видел, не знает, увидите меня. Познакомитесь, как говорится, поближе. Значит, посмотрели видео на сайте. Посмотрели несколько роликов на нашем канале. Успокоились. Поняли, что закон на вашей стороне. И оставляем заявочку. Оставляем заявочку в форме на сайте. Пишем корректную информацию. В правом верхнем углу на самом сайте есть номер телефона, с которого мы вам будем звонить. Забейте эти цифры себе в контакты. И ждите звонка нашего специалиста. В рабочее время мы с вами свяжемся. Пять дней в неделю, кроме субботы, воскресенья, по московскому времени, по часовому московскому поясу. Мы с вами свяжемся. И если у вас какие-то вопросы остались, поговорим с вами. Ответим на эти вопросы. Еще раз хочу поставить акцент. Обязательно посмотрите видео на сайте. Потому что именно в этом видео вы услышите большинство ответов на свои вопросы, которые в данном конкретном случае у вас есть наверняка. Итак, ссылочка на видео в правом верхнем углу трансляции. Вот она. Ну, конечно же, лайк за ролик, если он вам понравился. Подписка, если вы еще не подписались. Хочу обратить внимание, что в описании этого ролика есть еще и ссылка на нашу группу ВКонтакте. Пожалуйста, вступайте в группу. Там все наши ролики дублируются. Также в группе ВКонтакте очень много дополнительно полезной информации. Репост. Обязательно репост в соцсетях. Поделитесь в соцсетях тем-либо любым другим роликом. Пускай люди заходят на наш канал, знают. Пускай наш канал растет. Тем самым будет уменьшаться количество людей, не понимающих, что происходит. А наоборот, обрастающих информацией и начинающих жить спокойно. То есть, людей свободных от кредитной нагрузки. Но, хочу подчеркнуть, мало просто сидеть и ждать с моря погоды. Нужно принимать меры. Сами не хотите, не можете, нет возможности, нет знаний, не хватает желания, либо сил у вас не осталось. Обратитесь к юристам компании АЛЯМ. Поверьте, мы все сделаем для того, чтобы вы оказались в статусе свободного человека. Человека свободного от долгов. Но нельзя же утверждать, что то, что сейчас с вами происходит, это в порядке вещей. Нет. Даже если вы к этому уже привыкли, все равно это неправильно. Этого не должно быть. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам счастья, здоровья и финансового благополучия. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.